Мур, привет друзья, с вами Зверько, и я больше не могу скрывать имбовые предметы. Вот они. Смертельный клинок и ожерелье заточения. Давайте пока отдельно о каждом. Смертельный клинок. Стоит 2050 золотых и добавляет 65 физической атаки до 20% скорости атаки с руки. По описанию, автоатаки снижают регенерацию на 50% в течение 3 секунд. Итак, как это работает? Эстес без негативного эффекта исцеляет себя на 312 с последующим постепенным отхилом на 75 затик. У Алукарда куплен смертельный клинок. После нанесения урона с руки, вы видите иконку дебафа, разбитое сердце над головой цели. Включаем исцеление, и теперь Эстес исцеляет себя на 156 хп сразу и по 37 хп постепенно. Когда дебаф кончается, поскольку его не обновляли ударами, исцеление приходит в норму. Навыки дебаф не накладывают. Важно! Этот дебаф срезает все, абсолютно все входящее исцеление на 50%, но не исходящее. Так, если вы наложите антихил на Эстеса, других он будет исцелять по-прежнему сильно. Себя нет. Теперь взглянем на ожерелье заточения. Стоит оно 2110 золотых. Дает 70 магической силы, 10% перезарядка навыков и 10% вампиризма носителю. Это праздник какой-то. Отличие в пассивке. Если цель атакуем с руки, то дебафа нет. Но если мы атакуем активным навыком, наносящим урон, появляется разбитое сердце. Даже если этот навык – вторая форма возмездия, полученная от лесных предметов. Чтобы вы понимали, насколько применимы эти предметы, подумайте. Практически в любом билде присутствует отхил. Некоторые персонажи существуют за счет него. Фанни, Алиса, Алокард, Руби. Отключите сам отхил, даже стрелку, много ли он настреляет. Купите магу, наносящему урон по области антихил, и Эстес вражеской команды почти перестанет чувствоваться. Всегда встает единственный вопрос – за место чего ставить в привычном билде эти предметы? Тут каждый сам выбирает, чем пожертвовать. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте лапки, и всем пока!